Ресет. Норвегия, Украина приватизирует землю, а Зеленский грозит критикам. Бьорнистад. Ресет. Норвегия. 22 ноября 2019 года. С созданием независимого украинского государства в 1991 году началась осторожная приватизация сельскохозяйственных земель. Замысел был такой, кто землю обрабатывает, тот пусть ею владеет. Например, члена распущенного колхоза. Однако население даже ограниченную приватизацию восприняло в штыки, и в 2001 году на продажу земли был введен мораторий, на практике запрет. Украинские же олигархи всегда хотели мораторий снять. Кроме того, его отменой добивался Всемирный банк и другие международные игроки. И вот в 2018 году украинский запрет на продажу земли признал незаконным не кто-нибудь, а Европейский суд по правам человека. Нынешний украинский президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» решили бросить вызов в 80% населения своей страны и продавить непопулярную отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Прения в Раде выдались странные. Сторонники снятия моратория напирали главным образом на три довода. 1. Разрешение свободной продажи земли позволит окончательно порвать со сталинизмом, советскими ценностями России. 2. Если разрешить продажу земель иностранцам, то они защитят Украину от российской агрессии. 3. Участок земли наконец-то смогут приобрести простые украинцы. Эти аргументы вряд ли можно считать убедительными. Абсурдно под соусом антисоветской и антироссийской риторики проталкивать закон, который будет на руку лишь олигархам и иностранцам, а простым украинцам аукнется катастрофическими последствиями. Но это красочный пример того, как под шумок антироссийской истерии на современной Украине принимаются законы, от которых выигрывает разве что олигархи. Не менее абсурдно отдавать свой дом постороннему из-за свары с соседом. А простым украинцам собственная земля все равно не светит, все скупят олигархи и иностранцы. В стране, где все работает, как надо, а у населения вводятся деньги, выставлять землю на торги еще имеет смысл. Да и то при условии запрета на покупку иностранцами, ограничения по площади в одни руки и гарантии, что земля будет должным образом обрабатываться. Но Украина насквозь коррумпирована, а ее население прозябает в нищете. В таких условиях приватизация будет означать, что землю скупят те, у кого есть деньги, то есть олигархи и иностранцы, а крестьяне-арендаторы станут безземельными. Чтобы продавить приватизацию в Раде, Зеленский не погнушался методами полицейского государства. На следующий день после решения о приватизации земли на трибуну вышла депутат Рады и рассказала, что после того, как она проголосовала против, ее мужа арестовали. Она не сомневается, что это попытка шантажа со стороны президента и правительства, хватит давить на меня и мою семью. По всей видимости, ни одно западное издание, не говоря уже о норвежских, не нашло причин обсуждать полицейские методы украинского государства, несмотря на шокирующее выступление депутата. 14 ноября оно прозвучало в эфире российской телепередачи «60 минут». В современной России это, пожалуй, популярнейшее общественно-политическое ток-шоу, и корреспондентам, освещающим российские вопросы, однозначно следует взять его на заметку. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...